Трансляцию матча Intel Challenge представляют Главный технологический партнер Корпорация Intel И генеральный партнер турнира Компания Asus Девушки отдыхают За отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период Это позволяет Отдохнуть, не покидая работы Онлайн-шутер Point Blank Разрядись Скукотища Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу Будет им шоу Ковальский готов? Вас понял Начать операцию Рико Старт Бинго Смотри, что вытворяет Вот это жоп! Миссия выполнена Хватит улыбаться и махать, парни Это пять Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения Результат очевиден Невероятное шоу визуальной производительности Умный, и это видно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, теперь вернулся Тафовый эфир. Опять же, прямая трансляция на Киберарена ТВ по инбланк. У нас группа С, второй тур, Суперкубок, последние игры. И первая игра. Праймы сегодня играют с заменой, сразу говорим, нету сегодня Деричи. Ну и, по сути, я готов к этому матчу, к трансляции. Давайте познакомлю вас с группой. После двух туров результаты такие. У Праймов две победы. Выиграли и у Раф, и у Майнд. Сумасшедший матч с Майндами. Советую посмотреть на, ну, либо сайте ПБ Киберарена ТВ, либо на нашем Ютуб-канале. Ютуб слэш Саберарена ТВ без точки, одним словом. Там все видео тоже есть по поинбланку. Анрей. Есть одна победа у Анреев. И, в принципе, они сегодня этим, мол, ну, не знаю. Если выиграют, конечно, то подарят себе шанс на борьбу в этой группе. Ну, им будет очень сложно, потому что в последнем туре Майнды играют с Равами. Майнды будут тоже побеждать. Ну, идти к победе, по крайней мере, стараться. Посмотрим, конечно, как сыграют Раф. Но, скорее всего, Майнды заработают 6 очков. Скорее всего, у Праймов будет 9. Если Анреи и Праймы себя не покажут с лучшей стороны. Да, как всегда, еще раз напомню вам наш портал. ПБ Киберарена ТВ. Жду ваших комментариев именно там. Ну, в принципе, что. Мы вообще полностью готовы к началу матча. Вот Го уже пишет рекорд. Капитан команды Прайм, вроде бы как. Ну, либо капитан, либо координатор. Не знаю, кто, если честно, координирует действиями команды. Рекорд из Днепропетровска. Ну, остальные игроки, вроде бы, практически, по-моему, все российские. Вот сегодня нету Деричи. Сегодня играет Гидроген. Ну, Анреи в своем составе. Буль H, I Want You, Инферно и Фукс. Вот такой коллектив. Также, вот видите, я думаю, что тут не вся команда чисто украинская. Тут россиян, ну, как минимум, как мне кажется, двое. Вот, если не трое. Хотя, может быть, это просто им нравятся российские маски. Ну, как бы, не знаю. Появится ли маска азербайджанская в Бунт-Бланке? Вот очень интересный вопрос. Потому что, не знаю, кто-то спрашивал у меня или говорил вот на днях. Мне тоже очень интересно. Надо поузнавать у админов и новые. Так, привет кланам Ридекс, Фейс, ВЦГ, ООМПХ от Ледрагона. Да, Ридекс Ледрагон написал. Ну, сори, божок, если не так прочитал. Привет Силкину. Силкину. От параграфа тоже есть. Так, добрый вечер, Тафа. Трекман пишет. И всем удачной игры. Да, всем удачной игры. Опять же, все пишите. Вот вся связь с вами. Это сайт ПБ Киберарена ТВ. И последняя новость. Игры группы С. О, самое главное, я же сейчас не запустил. Ё-моё. Сейчас мне наклацать придется. Извините за эту картинку. Вот такая прога у меня есть. Ну, кто не знает, покажу, как я ставлю прицел в эфире. Вот я выставляю жирность, цвет, включаю. Вот видите, он слева появился. А теперь мне по пикселю его нужно двигать в нужный момент. Ну, как бы сейчас, через пару раундов появится прицел. Надеюсь, что в поинт-бланке когда-нибудь сделают комментаторский мод. И тогда будет вообще очень приятно со всем этим делом работать. Так, проверим мою магическую кнопочку. Работает. Первая карта метро, да, друзья. Так, небольшие лаги. Но вроде бы все хорошо. Вот теперь я могу все быстренько поправить. Итак, ПБ Киберарена ТВ есть. И табло. Ща я быстренько вам поставлю. Что, у нас уже первый размен. Праймы не выходят. Как я понимаю, спуск. Неплохие минуса в исполнении защиты. И молодой, 15-летний вроде бы, как еще снайпер, панда, атак вот сейчас будет разбираться. Да, бешеная реакция у парня, бешеный АИМ. Вообще, на самом деле, один из самых, не знаю, там, в топ-10 самых перспективных игроков в мире поинт-бланка, я считаю, вот входит этот игрок. Ну, как бы, опять же, следующий год покажет, кто у нас в топ-10, кто рулит. Я вот, честно, ожидаю, что в следующем году будет какой-то прорыв в мире поинт-бланка. Кстати, не забывайте, читайте на сайте ПБ Киберарена ТВ там про, ну, я хотел бы сказать, наверное, день рождения. Да, про день рождения поинт-бланка. Ему будет два года. В начале декабря будут празднования. Опять же, на сайте ПБ Киберарена ТВ вы можете прочитать все подробности этого момента. День рождения поинт-бланка. Два года, надо всем бухать вообще в декабря. Но об этом попозже. Инферно контролит плент. Вдвоем оставались нам. Все как по книжке делали сейчас Анрей. И берут первый раунд на метро 1-0 в пользу, ну, давайте скажем, украинской команды. Хотя, честно, трудно в СНГ вот назвать там какую-то команду. Да, есть, конечно, такие коллективы, но большинство коллективов, по-моему, Суперкубка имеют немного смешанный состав. Панду прошили с М200 до 23 только что в вентиле. Если вы видели этот момент, ну, давайте за ним до конца посмотрим, пока я тут у меня еще 200 пикселей проклацать с прицелом, и все будет круто. Как же я про прицел забыл. Ну, ничего страшного. На карту посмотрим. 2.28, да, вот любит рекорд 2.28 выход делать. Сбивает поезд I want you. Минус от Эйджа. Минус от Z1. Минус от Панды. Фулл выход на спуск. 2.28, в принципе, проходит успешно. Буль 1. Буль 1. В районе Б-планта. В районе-то ступенек Б-планта. Вот, честно сказать, видел его Панду, но что-то не присмотрелся. И получилось... Да, это по 90 МС. Лол. Ну, заканчивает раунд, считайте, что Буль. Я продолжаю заниматься прицелом. Ну, и опять же, не забывайте оставлять ваши комментарии на ПБ Киперарену ТВ. Отвечу на любой вопрос. Наверное. Как Google просто сегодня. Да, и не только сегодня. Так, С-вагон. Есть контакт. Ядроген 9. Как дела, писатель? Ядроген 9. Отлично. Все. Продолжаем смотреть за Булем. Смотрим за таймером. Поезд проехал. Рекорд вышел, но этот добьет. Ну, тут Гидроген помогал. Вдвоем справляются очень неплохо для команды Прайм. Ну, и опять же, все в самом начале раунда решается. 1-1 счет в матче. Это только первая наша игра. Сегодня мы смотрим два противостояния в этой группе. Майндрафт, вторая пара. Бо-3 матчи. Конечно, вот есть минус единицы, по-моему, так называется, позиция от Инферно. Но, если честно, да, если быть реалистом, то, скорее всего, матчи закончатся 2-0-2-0. Это если быть реалистом. Ну, а если команды, которые не очень удачно сыграли первые два тура, восстанут в этом туре, то у нас получится интересный матч. Ну, вот смотрим, что смогут сделать Анрей. Мне кажется, конечно, им тяжело будет на таком выборе карт играть. Но все-таки. Все, появился прицел. Смотрим за игрой. Спуск, С-вагон. Пытаются выйти праймы. И очень неплохо у них получается. Фукспи, на самом-то деле, пропустил уже всех С-вагон. Вот смотрите. Ну, кроме рекорда. А, рекорд вообще на Б выходит. Минус С-платформа. Минус от З1. Да, вот пошли по центральной платформе все. Игроки атаки. Через спуск. Пошел поезд. Минус буль. Должен быть. Нет. Буль хороший хэдшот. Б-90 МС. З1. 2 в 2. Мясо на карте. Анрей жмутся в Альфе. Да, праймы ставят на Б. Все понятно. Дефолтик. Дефолтик мы сейчас с вами видим. Бомба была установлена. Что ж, бомба ставится. Смотрим. На планк никто не пошел. Проехал поезд. Все живы. Двое С-платформа. Сейчас убираем теги и смотрим за атакой. Вот есть контакт. Какой хороший минус от З1. Просто реакция бешеная. Дефуз, дефуз, дефуз. Оружием нужно вылетать. Сбил дефуз отлично. 2-1 уже за командой прайм. Они вообще неплохие. На метро. Ну, не то, что неплохие на метро. Праймы по сути неплохие на любую карту. За счет скилла игроков, опыта. Но командные действия у команды только появляются. Извините за такую тавтологию. Они только начинают разогреваться. Только появляется какой-то тимплей. Ну, я считаю, что праймы очень перспективные. И уже в следующем сезоне это будет очень серьезный коллектив. В этом сезоне мы, наверное, все-таки еще их называем более-менее миксом. Но я думаю, что уже в следующем. Да, уже под финал эта команда может всех удивить. Но на самом деле праймам придется очень много поработать, чтобы повоевать с такими титанами поинт-бланка, как команды RockSkiss. Все. План B все живы. Очень интересный раунд сейчас будет. Убираем теги. Смотрим. Гидроген, контакт. Здесь будет сейчас куча минусов одновременно. Рекорд забирает. I want you. Зет один. Фукс, Дефуз, Эйджа. Кто будет забирать сейчас? Далековато все. Панда. Панда с вентиля. Панда, ты где? Бомба деактивирована. Лол, ну как так может быть? Посмотрите, Эйдж на морозе диффузит. Рекорд, рекорд. Ладно. Надо было погонять тиммейтов за такие дела. Ну как же так? Вообще отпустили бомбу. Ну просто... Это самый тупой отданный раунд, наверное, за весь сезон. Ну были-то парочку еще таких. Нет, самый тупой отданный раунд, извиняюсь, конечно, был вчера. Когда в ситуации 2-2, поезд делает минус 2. Ну, я не знаю. У нас тут уже приколы. Пацаны хотят на топ-1, в третий топ-10. Вот завтра будет, кстати, вечером первый. Послезавтра. Кстати, завтра, наверное, тоже будет второй. Так вот, в третий, который будет через 3 дня, вот в него, скорее всего, поезд войдет на первом месте. Ну, я не знаю. Пацаны хотят приколоться. В общем, посмотрим. Бомбу ставят. Выход Б. Вы это все видели. Фукс пытается здесь с первых красок отстреляться, раздиффузить бомбу. Рядышком Эйджи. Но тяжело, тяжело, конечно. Я не думаю, что Прайма второй раз так нафейли. В прошлый раз Панда с вентиля не законтролил, если честно, минус от рекорда. Ну и все, в принципе, Эйдж в аркаду пошел на плен. Да, это третий раунд для команды Прайма. Абсолютно спокойно для них идет метро. Да, даже дают они бешеные раунды. Все равно все идет довольно неплохо. Начало миссии. Минус от гидрогена. Давайте карту включим. Да, полный выход на спуск. Снова вот... Нет, сейчас аркада была. Без таймера. Без таймера пошли. Смотрим склад. Здесь может быть выход. Смотрим за Эйджем. Он мансуется здесь. Смотрите, они все в цевогоне. Да, на переходе. Лаки Крамм видел его Эйдж. Вот тут стрёмно. Тут стрёмно, но Прайма все равно в большинстве. Минус от Панда атака. Еще Крамм коцанный. Он тут уже прячется. Эйдж вентиль пошел. Нет, упал на складе. Минус как тупо все произошло. Минус от Инферно. Два в два. Поезд нижний пошел. 2-0-8. Откидывают Плэн. Здесь Инферно в Плэнте с 200. Как хорошо попадает. Это время З1 минус були. И дуэльная ситуация. З1 против Инферно. Ну что, Инферно поменял себе девайс. Взял АУ. Ой, какой минус от З1. 4-2. Немного Инферно, по-моему, завтыгал на долю секунды. Там что-то задумался и получил. Жесткий минус. Праймы продолжают выигрывать. Так, что пишут на нашем сайте пока что. Смотрим, смотрим за игрой. Да, ребята, оставляйте свои прогнозы на матчи. Ну, действительно, интересно, что думает общественность по сегодняшним играм. Майнды, вице-чемпионы. Intel Challenge будут играть в следующую игру. Ну, и Праймы. Праймы я бы тоже отнес, знаете, вот сейчас... Ну, не знаю. Конечно, на рано говорить о топ-4. Но, ребята, будут к этому стремиться и будут стараться, я думаю, к этому идти. У нас по-прежнему там З1 воюет на спуске. Уже вот на третьей линии мансуется. Уже на четвертую пытаются выйти. Я со стороны атаки просто линии считаю. Не знаю, мне так удобнее, как на трейне в Counter-Strike. Вот мы считаем тоже эти линии. Ну, правда, там со стороны контров идет 6 линий. Здесь всего 4 линии, как бы... Смотрим. Тупик третьей линии у З1. И вот он пытается, пытается сейчас отсюда отстреляться. Его обложили со всех сторон. Уже, конечно, сложно ему будет. Но он ставит невероятные хедшоты. Так, пошел поезд. И он под поезд как раз скрывается. Ну, там понятно, как будет играть Андрей. Они сейчас будут играть двое на Апленте. Смотреть камеры. Да, вот они засели Инферно. Друг друга прикрывают. Правда, вентиль никто не смотрит. Тут Эйджу посложнее. Ему еще надо на вентиль поглядывать. Ну, а З1 будет ставить... Кто на камеры смотрит? Вообще видит Инферно камеры? Да, одним глазом, в принципе, видит камеры. Вот сейчас он должен сказать уже, что, дружище... Вот он, вот он на точке. Вот его видно сейчас на камере на самой правой. Да, все, побежали. Бомба установлена. Спрыгивает З1. Не факт, что его увидели, что он спрыгнул. Итак, З1. 1-2. Убираем теги. Ц-платформа М200. М200 не попадает. Второй тут же мансуется. З1. Хорошо. Ему просто надо тянуть время. Даже убивать не нужно. О, это раунд 1 в 3. Вот это фантастика. Начало миссии. Ну что, минус от гидрогеном. Тем временем, минус от буля. У нас снова быстрая аркада. Даже без таймера пошла на спуск. Вентиль плюс спуск, точнее. И вот тут-то поезд минус делает. Да что ж такое. Вот делает 2-2 ситуацию. Ну, окей. Крам на складе и З1 вентиль. Тут рядышком с ним бегает. Инферно. Где переходи? Нет, плентю стоит. А вот бультом может спину прокрасться неплохо. Нет, плохо прокрался. Минус от З1. Умничка, пишет Фукс. Да. Конечно, троллинг присутствует. Фукс еще тот тролль. Ну, это 6. Да, это 6-2, наверное. Хотя, может быть, Инферно и, конечно, зарулит. Он сейчас просто халдит на точке. Что ему еще делать-то? Нет, ну, конечно, вариантов куча. Вариантов куча. 1-2 мог рискнуть, но решил играть так, как он сейчас играет. Бомбы стоит. Ну, смотрим, куда он побежит. С-вагон, наверное. Время поездов не будет. Нет, будет сейчас, кстати, поезд. А, только проехал. Очень легко, очень легко здесь для Лаки Крама. 5-2. 5-2. И, знаете, сейчас могут просто разорвать Праймы и Анрейв на первой карте. Просто в мясо, по-моему. За атаку 5-2. Это серьезно. А могло быть 6-2. Помните раунд, когда раздиффузили бомбу? Когда трое Праймов с поставленной бомбой остались против одного. Да, когда CSGO выйдет? Ну, сегодня, вообще, если про CSGO вы хотите поговорить. Сегодня он вышел уже бета. У меня уже есть ключи. Завтра, смотрите, после стрима Point Blank на нашем первом канале будет стрим, посвященный CSGO. Как раз я, Вилат и Na'Vi Маркелов будем играть в CSGO. Ну, и вообще разбирать, что это такое смотреть и тупо гнать вообще. Будем разбирать по косточкам. Где-то час будет эфир. Будет очень круто. В этот раз, кстати, не очень получается раунд. Вот, бомба-то поставлена. Но рекорду нужно будет сейчас минусовать. А, нет, не поставили бомбу. И стоит бомба, все диффузят. Видели рекорда. Снова диффузят. Не-не-не-не-не, тут без шансов. 6-3. Бомба деактивирована. Не поставил я раунды, извиняюсь. И надо быстро выходить, пока меня не выкинуло. Да, тут, по-моему, все ясно на метро. Мне кажется, что зарешали здесь праймы. Ну, увидим, конечно, вторую половину. У праймов могут не получиться первые раунды защиты. Но потом они перестроятся, мне кажется, и могут потащить. Либо сразу потащат. Сейчас увидим. Так, что еще пишут? Так, привет всем задротам от Как Так. Таф, а такую прогу можно использовать на аматорский, на прицел на экране? Ну, вообще, а зачем тебе прицел на экране? У тебя прицел в игре есть. Я не знаю. Чтобы стрелять без зума с М200. Там без зума прицел даже не поможет. Вот такие снайперские винтовки в поинт-бланке. Даже в упор иногда без зума не убивает. Тяжело фастами давать. Таф, когда CSGO выйдет, я уже говорил. Вы будете стримить бета-версию или демо. Ну, вот сейчас бета уже публично пошла. Опять же, с сегодняшнего дня. И поэтому будем, конечно же, бету. Это бета. Ну, как бы, я думаю, что там многое не изменится после бета-тестирования. Так. Привет, NCSKYS. Как вот фигасит? Так, так, так. Да, пошли в игру. Таф и ЗБ. Спасибо, спасибо. Все, в принципе, пока что прочитал все на данный момент. Последние новости у нас все принимают участие в бою. Итак, вторая половина. Да, просили карту. Но я всегда, в принципе, карту показывал вначале. Это просто поначалу прицел себе добавлял. Сейчас все опять хорошо. Так, смотрим. Да, смотрим, кто куда идет. Гидроген. З1. Вот давайте за ними посмотрим, как они были. Нет, они спланта держат. Они держат спланта. Уже минус от гидрогена. Пошел выход с вентилей. Ну, короче, непонятно. Инферно вот... Ооо. Кстати, он хочет пойти по верху, по-моему. В это время C-вагон проходит. Минус от Эйджа. Там рекорд спина сейчас может всех пособирать. Смотрим за рекордом. Пошел поезд. Севагон много. Вот он видит платформу. Видит. Да, да, да. Дает инфу точно. Минус от Буля. Смотрите, инфы рекорда мало пока что. Там З1 уже воюет. На Б. Нет. Странно. Ну, стремно здесь. Его на самом деле окружили. Минус от Буля. И уже 2 в 4 ситуация. Вот я и говорил, что первые раунды могут у праймов не получиться. Я просто... Я почти один в один представляю ситуацию, которая сейчас происходит. Наверное, вентрилы. И настрой команды на игру там не самый, наверное, зверский. Наверное, очень уверены в своих силах праймы. Ну и... Из-за замен там тоже может произойти хаос в первых раундах. Ну, метро. Да. Такое бывает. Ну, у миксов такое бывает. У команд такое редко бывает. Нормально. Ну, а я считаю, что праймы, значит, в сезоне будут такой сильной и жесткой командой. 6-4 пока, что отыграли Анрея один раунд, друзья. Один всего лишь. Начало миссии. Так, да, помнишь конкурс, когда транслейцы зачитали слова, потом их надо было все отправить? Я тогда выиграл чейтак, а мне его до сих пор не отправили. Ну, ребят, я проверю. Я проверю, потому что мы эти данные сразу же буквально на следующий день все отсылали админам. Вот наш координатор проекта, поэтому она всегда, Соня, никогда такие моменты не упускает. То есть, ну, и как бы, чейтак, зажать тебе, братан, ну, сам пойми. И наша главная задача. Приз, значит, должен дойти. Я бы попробую все это взять в свои руки. В ближайшие дни. Ну, вот теперь уже не получается выход у Анрея. Правда, минус от Буля. Вот здесь не попадает Панда, но успевает в переход сбежать. Смотрим за последними двумя игроками. Все, минус, минус. Задавили, задавили буквально. Хотя Буля не слишком задавили. Он все-таки одного минуснул, но вдогонку фраг от ЗТ-1. Вот аркада сразу и остановлена. Видите, просто какой-то фейл был поначалу. Потом сейчас будет все под ноль. Смотрим на карту. Смотрим на карту. Смотрим, как действуют праймы. Да, забыл, что я могу скорость здесь выставлять. Я могу летать намного быстрее. Просто как, я не знаю, как стелс. Так, видите, трое спуск. Двое уже вышли с красок. Раскидали гранату. Дымами себя прикрыли. Дали гранату. Вот сюда проходит. Хорошо расчистили пацанам путь. Там рекорд забрали. Он не успел даже прицел навести. Минус от Панды. И смотрим Лаки Крама. Довольно интересный такой выход. Быстрый получился. Но тут неинтересная защита была у праймов. Там все на рекорде висело. И он сразу получил. Я говорил, что вот, честно, вы слышали все мои слова, что начало у праймов не пойдет. Это было... Просто к бабке не ходи было понятно. Минус от З1. Смотрим выбивание. 3 в 3. Все трое в точке. Тут хороший прокид. Буль получил. Нет, тут надо без гранат, по-моему. Надо уже врываться с девайсом. Можно по пачке получить. Это что, пишет Панда? Это ты ушел, дружище. На тот цвет. Минус от гидрогена. Он красный. З1 пойдет или нет? Тоже красный. Зашел в кассу. Ой, тут две головы ходящие за бультом управления. Не касса, извините. Заговорился. Минус от Фукса. И Андрей вытягивает второй раунд. Это 7-5. Ну, ждем того момента, вот когда команда Прайм вообще соберется с мозгами и будет играть. Так, Тафа, Лаки из Мариуполя. Так же, как и Эйдж, и Инферно. Дерби такое. Весь Андрей из Украины. Вот. Вот мне подсказал Фрицик. Спасибо. Так, Лаки. Лаки Храм из Мариуполя. Так же, как и Эйдж, и Инферно. Да, вот видите. То есть, два российских игрока у Праймов, получается. Хорошо стоит сейчас защита. Панда хорошо. Цеплатформу взял. Там всех нас кромсали. Фукс 14. Минус рекорд. Минус от ЗТ-1. Красный Буль. Вряд ли тащит этот раунд. Но это 8-5, по сути. Это, по сути, 8-5. Да, друзья, если вдруг у кого-то лагает, но вы меня слышите, там лагает картинка, пробуйте в плеере сжать кнопочку рефреш. Возможно, у вас все будет получше. Но обычно, если все-таки лагает, то лагает. У меня не лагает. Ну, большинство не лагает. Видимо, что-то с интернетом, с трассой. На Амстердам в данный момент идет стрим. И с Амстердама вы смотрите. Тафа, Эхо, с днем рождения, Point Blank. Мирослав, закрой второй плеер, Эхо у тебя не будет. У тебя просто два раза открыт стрим. Так, привет Силикону, привет Цыпину. Все это было. Таф, передай привет Карваре, да, Ку всем. Еще почитаю. Давайте за очередным раундом игры посмотрим, как сейчас будет играть Unrape. У нас восьмой раунд, да, был за командой Prime. И уже минусы от Панды. Он пока что Цевагон принимает неплохо. Вот тут, ааа, не попадает Фукса. Опять не попадает. Пояс сбивает Гидрогена. Лол, рекорд минус Инферно. А тут Панда хочет запустить гранату. Но как-то вот стрёмно он все это делает. Все, Фукса один там, тиммейты справились. Есть, есть минусы от Панды, минус Фукс. Закончили раунд легко сейчас. Прайм, вот и матчпоинт. В принципе, ну было понятно, что метро будет Unrape потяжелее. А вот на ВВГ может поинтереснее получиться игра. Это следующая карта. Ну, если Unrape выиграет в ВВГ, то будет третья Минтаун. Ну, если. Так, вот у меня вопрос не по теме, когда уберут читеров. Вот это вопрос уже реально, братан, не по теме и не ко мне. Я не знаю, такого никогда не будет. В каждой игре всегда будут читера. Возможно, вот с новым патчем все у нас будет хорошо. С новым интерфейсом. Ну, вообще, вот вам буквально немного осталось дождаться, чтобы получили новую порцию информации. Опять же, 10-11 декабря у нас лан-финал. Я тут со всеми пообщаюсь, все поузнаю и все вам расскажу. Ну что, бомба стоит Unrape. Вышли на Б. Рекорд вентили. Так, смотрите, крадется. О, стрёмно. Ой, тут трое все запалили рекорда. Что? Минус от Крама. Влетает рекорд. I want you. Минус от рекорда. Как же не убил I want you? Кто упал? Релон. Инферно-1. Двоем запилили с Крамом. Крам хорошо отыграл. Вот и, в принципе, все. 10-5 на первой карте. Победа за Праймами. Миссия успешна. Да-да-да, дайте мне выйти. Миссия успешна. Ну что, в принципе, на этом все. Первая карта закончилась. Команда Прайм довольно просто выиграла метро. Небольшой пятиминутный перерыв. И у нас следующая карта. ВВГ. Вставайтесь вместе с нами. Сейчас будем продолжать. Смотрите. 10-й сезон. Суперкубка Intel Challenge. Феномен нации Point Blank. ПОИНТ БЛАНК.